Ровно на один день территория величественного Александра Невского храма наполнилась не богослужебными песнопениями, а самыми настоящими ритмами христианского инди-фолка. Концерт проходил в уютной беседке, что создавало невероятную близость и душевность между музыкантами и зрителями. И это символично, ведь большинство гостей – друзья и прихожане из нескольких храмов нашего благочиния. Большинство песен принадлежит авторству отца Олега, но есть и композиции других авторов, без которых не обходится ни один концерт группы. Например, кавер-версии Леонардо Коэна «Аллилуйя». Программа концерта была настолько разнообразна, что каждый слушатель мог найти в ней что-то свое. Звучали песни на русском и английском языках, также песни, написанные на молитвенные тексты святых, неразделенные церкви из Ирландии и Шотландии и неизвестных кельнских поэтов. С детства так пошло, что музыка, которая осталась в Битлз, другая музыка, которая получила влияние оттуда из Шотландии, из Ирландии, из Бельсов, все это как-то питывало с детства, но и вот проросло. А новый дистон был каким? Какая музыка будет новая песня? Там будет достаточно разнообразная музыка. Там будут песни на английском, на русском языке, такие симфонические песни. Будет рэггия, как обычно, когда же будет рэггия. Он будет очень разнообразный, но при этом, что-то мне кажется, при этом и конструкторами. Музыка способна объединять сердца, нести чистоту, любовь и веру в лучшее. Именно в этом и убедился каждый пришедший на концерт группы The Raindrops. Василиса Мамай, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова